Здравствуйте, дорогие садоводы! Сегодня я вас буду соблазнять вечно зелеными рододендронами. Почему-то многие садоводы боятся их заводить, считая их капризными. На самом деле это не так. Если знать некоторые особенности ухода сорта, то можно добиться огромного успеха. Посмотрите, насколько они менее прихотливы, чем розы. Их не нужно пригибать на зиму, их не нужно обрезать. На них нет таких вредителей, как тля и розанный пилищик. То есть это в целом абсолютно неприхотливые растения, если знать некоторые нюансы, с которыми я вас и познакомлю. Я стою рядом с сортом Хельсинки-юниверсити. Посмотрите, какой красавец! Около 12 лет уже этому кусту в моем саду. Но приобретала я его, наверное, вот таким, то есть сантиметров 30-40 он был. И сейчас уже практически метр двадцать его высота. То есть очень хорошо разрастается. А у меня в Северной Подмосковье и две зимы назад температура зимой достигала минус 38. Это я говорю к тому, чтобы вы не боялись и все-таки попробовали начать разведение рододендронов с этих двух сортов. Сейчас расскажу вам о том, какая почва нужна этим растениям. Если у вас торфяники, то смело заводите рододендроны, так же, как и все виды гортензии. Это ваши растения, и они прекрасно будут у вас расти. Конечно, сейчас есть рододендроны на подвоях инкарна, которым не нужна якобы кислая почва. Но ведь кислая почва, это прежде всего не только вот кислинка в почве, но это еще и некоторые особенности климата, влажность. Вот у меня на торфяниках, например, повышенная влажность, что и нужно этим растениям. Сейчас я вам расскажу, как готовлю почву. Я беру вот тот торф, который у меня был изначально, даже вот хожу, знаете, там по забору и добываю вот этот вот исконно мой садовый торф. Мешаю его с сосновой хвоей и режу мох спагнум. На дно можно в качестве дренажа положить сосновые шишки, можно сосновые шишки положить и в сам субстрат. Но только помните о том, что такой дренаж со временем осядет, и растения могут оказаться ниже уровня почвы. Вот это все, это весь состав, который нужен растениям. А как сажать рододендроны, буду показывать, у меня как раз стоят два растения приобретенных, и буду пересаживать один рододендрон. То есть скоро также смотрите за выходом сюжетов. Итак, приготовили эту почву, посадили растения. Я делаю все-таки, вот оформляю приствольный круг из бордюрной ленты, потому что мне так удобнее мульчировать. Все, никаких подкормок я не вношу, кроме того, что каждую весну я мульчирую вот этим вот хвойным опадом и могу добавить еще хорошо-хорошо перепревший компост, но в очень маленьких количествах. Это первое условие, почва. Второе условие, кстати, если вот мне задавали вопрос, песчаная почва, глина, а вот если я выберу большой объем земли своей и положу туда торф, будут у меня расти эти растения? Нет, потому что глина буквально через год-два вымоет весь этот торф, и от него не останется и следа, уже были подобные опыты. Дальше, что нужно для прекрасного самочувствия этих растений в ваших садах? Это влажность. Если у вас не сад выходного дня, а есть возможность побыть в саду хотя бы вот эти жаркие летние месяцы, и увлажнять растения, устраивать им теплый душ, тогда заводите их смело. Я в жару просто опрыскиваю, никогда солнце падает на листьях. Кстати, в полутени они должны расти. Вот давайте посмотрим, примерно вот у меня такая полутень. С одной стороны у меня тень от забора, вот здесь кусты сирени, с другой стороны вот отцветает татарская жимолость. То есть в такой вот полутени они находятся, где-то с 11 до 2 на них падает солнце, и то такая разреженная тень получается. Это тоже важное условие. Я думаю, что такой тенистый уголочек под теми же яблонями найдется в каждом саду. Исключение составляет полная тень. Все-таки должно на них как-то солнышко падать, если не сразу на все листья, то как-то вот. Но разреженная тень должна быть в тени, они не будут у вас расти. Влажность. Расставляю буквально ненужные тазы, какие-то большие кастрюли, любые емкости с водой между растениями. Вот сейчас я буду это делать. Дальше. В жару, когда солнце не падает на листья, я увлажняю из шланга. Прямо вот из распылителя по листьям несколько раз в день могу увлажнить. Если лежит рядом плитка, хорошо плитку также увлажнять водой, чтобы шли испарения. Вот кто смотрел, приглашаю сюжет на бал рододендронов. Там я показывала первый свой рододендрарий. Он под боярышником растет. Раскидистый боярышник с юга загораживает растения от жаркого солнца. Так вот, что я делаю? Я несколько раз в день обливаю водой именно сам этот куст боярышника. И в течение нескольких часов с него капают капли на растения, на рододендрона, и увлажняют их. Создается вот такие жаркие, влажность повышенная, вот такие тропики создаются. Дальше. Сорта. Когда вы выбираете сорта, не берите те, что вам понравились. То есть, вот красиво цветут, мы их взяли. Помните о том, что самые капризные это с красными и малиновыми цветами. У них и очень небольшая зимостойкость. Обращаем внимание на этикетку, на описание, где указаны градусы той именно низовой температуры, которую это растение может выдержать. Минус 26. Вот для условий моего Северного Подмосковья. Это реально выбрать растение с такой зимостойкостью. Потому что я его накрываю все растения коробом. Да, вот для него сооружается большой короб, но соорудился он много лет назад, и так одним и тем же я накрываю. Дальше сверху короба в качестве крыши фанера и сверху заматываю не тканкой, да, это лутросила, а грил у кого что есть, и веревкой завязываю. Все. То есть минус 26, минус 36, вот эти 10 градусов мы скрадываем укрывным материалом. Вот он защищает. Таким образом вот я рассчитала вот эту зимостойкость. Но я, кстати, не встречала, чтобы вот, так сказать, холоднее, чем минус 26 выдерживали. Обычно минус 18, там минус 22. Минус 18 вообще это не сохраните вы их, если вы в тех же условиях, что и я, если южнее, то запросто. Ну вот, пожалуй, и все, что нужно знать об уходе за ордодендронами. Практически не обрезаются растения. Единственное, что вот когда они отсвели, но я вам буду это показывать отдельно, у них вот сразу после вот этого большого шикарного цветоноса, вот здесь вот, прям под ним, начинают вырастать новые побеги, на которых будут закладываться цветочные почки будущего года. И здесь надо буквально взять либо тонкие садовые ножницы, либо пожертвовать своими ненужными маникюрными ножницами. Надо вот буквально будет выстричь аккуратно этот цветонос, не задев новые побеги. Тоже все буду показывать. Вот единственное, что у меня здесь чуть-чуть листочки такие коричневые, вот они видны. Это я рановато их решила освободить от зимнего плена, укрытия. Они все-таки чуть-чуть обгорели на солнце, тогда еще конец апреля был. Но в целом, вот если открыть тогда, когда их нужно, они не страдают от солнца. Все, заводите эти растения, это не страшно. Задавайте вопросы, советуйтесь, выращивайте такую красоту. И помните, что жизнь прекрасна. Соответственно, моему хэштегу на вот этом костюмчике от Ивановского трикотажа, который я с удовольствием ношу в саду, потому что он натуральный. С вами был канал Сад для души. Подписывайтесь, будет много интересного. Светлана Самойлова, пока!